Всем доброго обновлённого утра! Утро, которое подарит отличное настроение очередной хорошо пропечённой порции новостей, аккуратно формирующих слово «Инфакт». Разложит всё по тарелкам Даур Авитсба. Поехали! Возможно, руками Геральта из Риви вы уже покромсали всех монстров и заскучали настолько, что приступили к работе над дипломом или подготовке к экзаменам, поэтому CD Projekt Red торжественно напомнила о своём однажды данном обещании допиливать DLC к The Witcher 3 Wild Hunt. Целых 16 различных дополнений ожидает нас в течение года, и, как заявляют разработчики, уже на этой неделе игроки получат первые два. Заказ «Пропавшие горняки», где Геральту предстоит расследовать загадочное исчезновение горняков одной из шахт в Скеллиге, и альтернативный образ Йеннифер, который, ну, вот такой. На Ведьмаке задерживаться не станем, но от компании CD Projekt Red далеко не отойдём. Чем же займутся в CD Projekt Red после того, как закончатся всеми патчами, дополнениями и патчами для дополнений The Witcher 3? Продолжат разрабатывать убийцу The Witcher 3. Да, ту игру, которая, по всем прогнозам компании, затмит успех Ведьмака своим. Cyberpunk 2077. О чём будет эта игра? О мрачном будущем, в котором люди, злоупотребляющие имплантантами и прочими механическими заменителями частей тел, порой сходят с ума и становятся чудовищами, восстающими против своего биологического начала. Для борьбы с такими явлениями мобилизуется специальный отряд, который и решает проблему. Геймплей никто не показывал, но вроде бы взбесившихся полуроботов можно будет даже каким-то образом вербовать. Тизер игры был показан целых два года назад, и с тех пор слышно об игре не было ровным счётом ничего, вплоть до сегодняшнего дня. Но и сегодня нам рассказали только то, что игра или её анонс увидит свет не раньше 2017 года. Такие вот дела. До 2017 года будем крутить новости о Ведьмаке. Но чем же на самом деле занять себя на пару со всем этим долгим ожиданием? Ответ как раз предлагает Destiny Development, ведь уже сегодня произойдёт масштабное по всем параметрам обновление для русскоязычной ММО Terra. В живописном мире Арбореи вас ждёт неизведанный континент Северный Арун, полный загадок и мистических тайн. Именно здесь вы узнаете все секреты расы Барака, встретите новых союзников и объедините свои силы ради противостояния злой Архидиванской империи. В остальном изменения такие. Максимальным уровнем станет 65-й и каждый класс получит набор новых умений. Появится новая арена Колизей, где команды из трёх человек будут соревноваться в умении слаженно работать вместе. Также откроется доступ к четырём новым подземельям с возможностью игры от трёх до пяти человек. Новая система зачарования, то есть прокачки оружия и доспехов. И самая главная система слияния кристаллов, которая во-первых освободит место в инвентаре, а во-вторых позволит получать улучшенные кристаллы, а те дают более одного эффекта и никогда не ломаются. Приобщиться к этому делу можно сразу с трёхдневного статуса VIP, который в качестве подарка разработчики вручат тем, кто не поленится пройти по ссылке в описании. Тем, кто станет VIP, даётся ездовое животное, ежедневные бустеры опыту, золоту и репутации, а также подарки и всякие приятности. Акция, кстати, не вечная и продлится до 1 июня, так что поспешите. Тем временем любители триллеров о пустоголовой молодёжи и маньяке-убийце обрадуются заявлению Supermassive Games по поводу даты релиза Until Dawn. Компания занимается игрой уже не первый год, однако она новостями совсем не балует. А тут на тебе, Until Dawn выйдет на PlayStation 4 ровно 26 августа. Ещё и в трёх изданиях, стандартном, расширенном и металлическом. В чём будет отличие одного от другого пока неизвестно, но ближе к отмеченной дате разработчики обещают выкатить много всего интересного. Пока выкатили вот только трейлер, в котором, кстати, можно заметить знаменитого актёра Питера Стормаре. Ну, тот самый русский космонавт, который показал Америкосам из Армагеддона, как нужно спасать мир. Вообще, в силу того, что герои в произведениях подобного жанра безмозглые, игра обещает полную пересадку вашего ума-разума и написание финала истории окажется на вашей совести. То есть именно от вас будет зависеть, кто погибнет, а кто спасётся в экстренных ситуациях. Ну а каждому, кто оформит предзаказ, полагается бонусная сцена, в которой герои развлекаются в горах, но оказываются там не одни. А вам никогда не было интересно, чем занимаются маньяки в одиночестве, в горах, пока туда не забредёт свежее мясо? Между тем, о мясе и крови. Скандальный шутер Hatred уверенно занял место на полочке в магазине Steam. А вот сервис GOG.com отказался быть причастным к продаже такого беспредельного шутана. Хотя разработчики Hatred изрядно фанатеют по Ведьмаку и всячески его восхваляют, но в данном случае это их не спасло. В Distractive Creations не отчаиваются и всем, кто оформил предварительный заказ этого дерьма, позволят начать геноцид мирного населения на три дня раньше. А официальный релиз состоится 1 июня. Но что, вы уже отрастили волосы? Запаслись бензином и младенцами? Плохая шутка. Но на этом всё, друзья. У нас на сайте, между прочим, проходит творческий конкурс и на кону стоит отличная видюха. А за такой приз стоит постараться. С вами был Даур Авицба. До встречи на страницах StopGame.ru